МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Жизказгане завершился республиканский форум Лодала Мурагерлере. Форум посетило более 3 тысяч учеников и 4 тысяч местных жителей. В работе форума принял участие Акимобласти Ирлан Кушанов. Умное освещение, умная урна и другие умные проекты. В Государственном техническом университете прошел первый областной инвестиционный хакатон. Студенты и преподаватели медицинского университета завоевали первое место в традиционной спартакеаде работников здравоохранения. На стадионе «Шахтер» вновь собрались команды со всей Карагандинской области. В Жизказгане завершился республиканский форум Лодала Мурагерлере. Масштабное мероприятие было организовано в честь 10-летнего юбилея Назарбаев интеллектуальных школ и Дня государственных символов. Форум посетило более 3 тысяч учеников и 4 тысяч местных жителей. В течение двух дней преподаватели Назарбаев интеллектуальной школы проводили мастер-классы для учителей образовательных школ. Ученики демонстрировали свои проекты. В работе форума принял участие Акимобласти Ирлан Кушанов. Республиканский форум Лодаламура Герлиере объединил более 3 тысяч учеников Караганды, Жизказгана, Садпаеву, Лутау Каражала и Жанаркинского района, а также 700 педагогов и 4 тысяч жителей области. Масштабное мероприятие приурочили к 10-летнему юбилею Назарбаев интеллектуальных школ и ко Дню государственных символов Республики Казахстан. Форум стартовал с города мастеров, который раскинулся на площади первостроителей. Здесь были представлены работы школьников, которые как нельзя лучше описывают название самого форума. Каждое изделие, выставленное на обозрение посетителей, является признаком богатого наследия кочевой цивилизации. В городе мастеров были выставлены предметы народного декоративно-прикладного искусства, которые издревле наполняли красками быт семьи, воспитывая эстетическую культуру поколений. Казахский народ имеет очень богатое искусство. Я рада, что сегодня мы имеем возможность показать это на республиканском форуме. Ученики нашей школы привезли на форум свои работы декоративно-прикладного искусства. Наши ученики занимаются плетением из чия, ковроткачеством. Это наш первый опыт участия в подобных мероприятиях республиканского масштаба. Я считаю, что роль форума велика, ведь таким образом мы воспитываем нашу молодежь, прививаем им любовь к народному искусству. На площади все, кто неравнодушен к творчеству, имели возможность проявить свои таланты. Некоторым для этого понадобились бумага и кисти. Рисунки школьников были посвящены 20-летию Астаны, современному независимому Казахстану. Многие изобразили логотип программы Рухани Жангру, а также государственные символы. Кроме живописи, на выставке можно было полюбоваться и плодами учеников в сфере робототехники. Уникальных роботов, танцующих национальный танец Харажурга представил ученик 10-го класса Назарбаев интеллектуальной школы Нурали Оренгалиев. Мы создали робота, шагающего робота, который умеет танцевать национальный танец Харажурга. Для создания данного робота понадобилось 2 недели, 2-3 дня для того, чтобы сконструктировать робота, а остальное все время для того, чтобы программировать робота. Потому что программировать робота – это самая сложная стадия разработки робота. Потому что сложно совместить ровное положение и танец одновременно. Зачем мы построили данного робота? Чтобы совместить национальный компонент и робототехнику в одну единую. Глава государства неоднократно подчеркивал, что Назарбаев интеллектуальной школы является экспериментальной площадкой, осуществляющей разработку, мониторинг, исследование, анализ, апробацию, внедрение и реализацию современных моделей образовательных программ. Председатель правления Назарбаев интеллектуальной школы Куляшем Шиздинова отмечает, что в интеллектуальных школах упор делают не только на углубленное изучение наук, но и воспитание патриотизма и духа единства. Кроме этого, это экспериментальная площадка, где идет очень серьезная работа по разработке современных образовательных программ, которые связаны с современными трендами в образовании. Поэтому вы знаете, что с 1 сентября 2016 года по всей стране идет внедрение обновленного содержания образования. Другая сторона – это воспитательная работа, которая проводится на базе Назарбаев интеллектуальных школ. Внедрение уже идет. Мы хотели посмотреть теперь совместно, вместе с общеобразовательными школами, что у нас хорошо получается, а над чем надо работать. Далее участники и гости форума направились в Дом дружбы, где красочный концерт устроили ученики школ региона. Для участия в форуме в шахтерскую столицу приехали ученики Назарбаев интеллектуальных школ из Талдыкургана и Атрау. Они представили вниманию зрителей театр теней и хор, исполняющий казахские народные песни. С первого ряда за праздничным концертом наблюдал Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. Этот форум называется «Наследники Великой степи». Наследники – это дети, которые стоят перед вами. Мне кажется, очень символично то, что такой масштабный республиканский форум берет начало в Улытау. Я хочу поблагодарить организаторов за проделанную работу. Какое впечатление произвел театр теней, который показал всю нашу историю. Я считаю, что это труд и достижение как учеников, так и преподавателей ниш. Открывая эти школы, наш президент ставил задачу воспитать талантливых, приспособленных к конкуренции детей, которые внесут лепту в развитие Казахстана. Сегодня мы видим результат этой работы. Я уверен, что в будущем этим детям не будут страшны любые конкуренции. В настоящее время в Карагандинской области проводится массовая работа по трансляции опыта Назарбаев интеллектуальных школ. В Акимате города Жесказган за круглым столом собрались ученики интеллектуальной школы. С напутственным словом школьникам обратился руководитель управления образования Карагандинской области Есенгаза Имангалиев. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хотел бы напутствовать перед тем, как вы закончите учебу. Некоторые продолжат обучение, поэтому, чтобы этот выбранный вами путь, конечно, приносил очень много и вашему развитию, да, и не забывайте о государстве, которое вкладывает вас. Поэтому, вот мы сегодня Назарбаев интеллектуальной школы говорим, да, вы знаете, что в этой школе это постановление правительства, издается постановление правительства. И, наверное, вот сегодня эта школа – это флагман, то есть, где нет ни взяточничества, ни коррупции. Каждый из детей занимается вот именно собственными усилиями, поступает и продолжает обучаться. Также в ходе встречи руководитель управления образования вручил преподавателя Назарбаев интеллектуальной школы нагрудные знаки почетного работника образования Республики Казахстан и Брая Алтенцарина. Республиканский форум Лодаламура Герлера проходил на территории Жасказгана на протяжении двух дней. На форуме были представлены проекты интеллектуальных школ. Состоялся эко-велопробег, диалоговая площадка ТЭД, а также флешмоб Харажурга. Школьники представили свое видение темы, что необходимо для развития Жасказганского региона. В рамках трансляции опыта Назарбаев интеллектуальных школ были организованы методические консультации для учителей и родителей, а также мастер-классы по обновленному содержанию образования. На капитальный ремонт школ и детских садов в Караганде выделили свыше 800 миллионов тенге. Текущие ремонты этим летом сделают на 31 объекте образования. Глава региона Ерлан Кушанов ознакомился с ходом ремонтных работ. Во время капитального ремонта в школах и детских садах Караганды заменят кровлю, окна, покрасят фасады и приведут в порядок учебные аудитории, пищеблоки, санузлы и спортивные залы. Во многих зданиях работы уже начались. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов ознакомился с ходом работ в гимназии номер 3 и средней школе номер 57. В основном, согласно вашему поручению, мы с 2017 года начали все эти виды работы выполнять и поэтапно в течение трех лет мы завершим эти работы. Но учитывая то, что период времени у нас на проведение работ это май, конец мая, начало середины августа, временной формат небольшой, поэтому мы идем поэтапно по такому вот пути. Значит, в 2017 году мы ремонт кровли выполнили, замену окон, ремонт крыльца, первый этаж, отопление. В 2018 году мы уже во внутренние работы перешли, ремонт спортивного зала, второй, третий этаж, электромонтажные работы. В 2019 году мы здесь у нас столовая, кухня и благоустройство территории. То есть это вот такая схема у нас по каждому объекту. Всего в Караганде 130 образовательных учреждений, 70 школ, 41 детский сад и 10 внешкольных организаций. Далее Аким Карагандинской области Ирланд Кушанов ознакомился с ходом дорожных работ. Капитальный ремонт на улице Гоголя начался в прошлом году. Были расширены два километра дороги, сделано новое асфальтное покрытие, заменены бордюры и опора освещения. Значит, в этом году выполняется общий вид работы, который выполняется на участке от улицы Ленина до улицы Буркена-Аппирова. Это резервание, замена бордюра, устройство дешеводных тротуаров. Ерлан Кушанов подверг критике качества дорожного ремонта, сделанного подрядчиком в 2017 году. В частности, речь идет о настиле на железнодорожных путях по улице Гоголя на переезде у кондитерской фабрики. Переговоры там? Проблема у нас в чем за поначальство? По настилу, получается, мы написали им претензионное письмо. Сейчас они должны привезти и устанавливаться. Почему они сами это будут? Нет, поменяют потом, да. Нет, поменяют, потому что через год опять будут. Получается, там было нарушение технологий именно по бетонным. Они шли с перекосом. В следствии, человек происходил, он играл, играл весь настил. Сейчас они должны его заменить. А вот качество асфальта, который укладывают на улицах Терешково и Гудермесской, нареканий не вызвало. Работы планируют завершить до конца лета. Этот подрядчик также строит дорогу от проспекта Республики до улицы Татимбета. Здесь появится бульвар, в центре которого будет располагаться пешеходная аллея. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь распать. Первый областной инвестиционный хакатон прошел в стенах Государственного технического университета. Марафон проводился по наиболее проблемным тематикам. Транспортная система, экология и окружающая среда, инклюзивное общество. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге. В данный момент на карте была представлена распределенная система по городу. Вот эти смарт-урны. Существует завод, на который все это будет развозиться. Представитель темиртауской компании Кастехавтоматика рассказывает о так называемой умной урне, которая позволит, если не решить, то улучшить проблему с утилизацией твердых бытовых отходов. На инновационном хакатоне компания представила сразу несколько команд, которые презентовали несколько проектов в рамках программы «Умный город Караганда». Один из проектов направлен на экономию электроэнергии. Это умное освещение. Почти в любом городе основная часть расходов идет на освещение улиц. Что 30% бюджета доходит. Это существенные суммы, и при этом нет нормальной координации работы. То есть спетчер не видит всей картины в целом. Чтобы найти сломавшиеся лампы, автомашина едет и смотрит в нем включенные лампы, где какая из них не работает. Наша система позволяет, это комплекс решений от электроники, которую мы сами делаем, до программного обеспечения, мобильного приложения, веб-приложения, которое позволяет контролировать, отправлять с каждым светом, позволяет сказать, где какой конкретно светильник сломался, что с ним стало. В рамках мероприятия были обсуждены проблемы транспортной системы, защита окружающей среды, загрязнение воздуха, инклюзивного общества и ситуация с безработицей. В масштабном конкурсе, предназначенном для решения городских проблем, приняли участие все желающие. Не только бизнесмены, производственники, но также школьники и студенты. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион тенге. Марафон, серия марафонов, это первый марафон областной. При участии СПК, СРМХ этот марафон проводится. На сегодняшний день подалось более сотни заявок. Предфинал, предотбор был. На данный момент сейчас от 10 до 15 участников осталось. Призовой фонд, он составляет миллион тенге. Весь хакатон в рамках цифрового кариганды, смарт-сити кариганда проводится. Здесь три тематики рассматриваются. Это транспортная система, экология и инклюзивное общество. Цель конкурса – это развитие предпринимательского потенциала молодых разработчиков стартап-проектов, улучшение взаимодействия государственных учреждений, представителей бизнес-среды и населения. Организаторы намерены получить от участников жизнеспособные продукты, которые будут способствовать реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и развитию инновационной системы Карагандинской области. Миром Гульсал Кимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Ежегодно, второе воскресенье июня, медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Представителей этой профессии объединяет одно – стремление помогать людям. Сегодня мы расскажем о тех, кто первым приходит на помощь новорожденным. Среди них – Любовь Прокофьевна Шелихова. В медицине она трудится более 40 лет. Заведующая отделением патологии в областном перинатальном центре Шелихова Любовь Прокофьевна начинает рабочий день с обхода пациентов. Будущие мамы спешат к ней за консультации со всех уголков области. В их числе и сама Алсей Сепова. Мне очень нравится тут, потому что тут самые квалифицированные, подготовленные специалисты. У меня у самой муж врач тоже. Я именно хотела попасть к Любовь Прокофьевне, потому что она специалист с большим стажем. Она очень заботливая. Любовь Прокофьевна посвятила медицине больше 40 лет своей жизни. После окончания медицинского института в 1975 году она начала свой трудовой путь в городе Сарань. Затем последовали годы работы врачом-гинекологом в третьем родильном доме. Сегодня Любовь Шелихова заведует отделением патологии в областном перинатальном центре и является акушером-гинекологом с большим стажем. Знаете, эта специальность, конечно, она очень ответственная и приносит людям добро. Отвечаем мы за жизнь двух людей – это матери и ребенка. И, конечно, нужно вовремя сориентироваться в любых ситуациях. За годы работы Любовь Шелихова снискала любовь пациентов и уважение коллег. Она непрестанно передает свои опыты и знания молодым специалистам. Только могу сказать ее только с хорошей стороны, потому что это действительно заслуженный врач. С ней в отделении очень спокойно. Это врач, которая действительно дала опору, фундамент молодым специалистам. Любовь Проковьевна отмечает, что для нее лучшая награда – это детские крики и радость в глазах матерей. Именно этой благой цели она посвятила четыре десятилетия своей жизни. И будет трудиться дальше, чтобы каждая женщина, обратившаяся к ней, смогла однажды услышать заветное слово «мама». Полицейские подарили праздник юным карагандинцам. В Министерстве внутренних дел нынешний год провозглашен годом на страже счастливого детства. В честь Дня защиты детей начальник областного департамента внутренних дел генерал-майор полиции Мергенбай Жапаров посетил карагандинский детский дом «Кулыншак». В детском доме «Кулыншак» снова гости. С главным детским праздником воспитанников пришли поздравить полицейские во главе с генералом Мергенбаем Жапаровым. Стоит отметить, что за последние годы руководство областного департамента внутренних дел существенно пополнило спортивный зал детского дома современными тренажерами и другим спортивным инвентарем. Вот и в этот раз стражи порядка подарили спортивную одежду, инвентарь, школьные рюкзаки и сладости. Дорогие дети, уважаемые сотрудники детского дома, я приветствую вас от лица департамента внутренних дел карагандинской области. Сегодня, как вы знаете, день защиты детей. В преддверии нашей празднования 20-летней столицы, когда столицы, в рамках организации имиджного проекта Министерства внутренних дел на стражи счастливого детства, мы приехали к вашему большому дружную семью. Воспитанники детского дома подготовили для гостей свой подарок – концертную программу. Воспитатели отметили, что для ребят этот визит имеет большое значение. Мальчишки испытывали счастье, надев на себя бронежилеты и взяв в руки автоматы. Девочки катались на пони, прыгали на батудах и фотографировались со служебно-разыскными собаками из кинологической службы. Этот праздник состоялся на плацу Карагандинского УВД. Вместе с поздравлениями полицейские вручили каждому участнику праздника подарки – скейтборды, мячи, карандаши, альбомы, памятные брелки и другие памятные сюрпризы. Заместитель начальника областного департамента внутренних дел Ордак Антыхпаев отметил, что организация детского праздника – это важная составляющая в графике дел «Стражи порядка». Международный день «Зачит детей» – хороший повод, глупо вспомнить о непроходящих ценностях, о семье, детях, о великой миссии многодетных семей – сохранение для институции поколений. Мы вместе должны сделать все необходимое, чтобы дети выросли здоровыми, грамотными, счастливыми людьми, достоинными гражданами нашей страны. День «Зачит детей» – светлый праздник, который, похоже, всех нас беззаветно относится к детству радости и темных летних дней. В этот день во все страны, где отмечают праздник, в суде слышится радость и детский смех, на одной площадке проходят мероприятия с участием детей и их родителей. Буквально тоже МВД «Страйбор» тоже мероприятия. Каждый из полицейских старался устроить для детей настоящий праздник. Руководители областного департамента отметили, что познавательные и развлекательные мероприятия для детей полицейские устраивают не только в День защиты детей, а каждый квартал. Примечательно, что нынешний год Министерства внутренних дел объявлен годом на страже счастливого детства. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Караганинский. В Караганде завершился региональный конкурс красоты и талантов Fashion House Kids 2018. В финале конкурса за гран-при боролись 23 участницы. По итогам конкурса жюри определила победительниц в двух возрастных категориях. Новоиспеченным королевам красоты предстоит защищать честь Карагандинской области на международном конкурсе. Алуана Жумакаева, как и десятки других участниц, прошла месяц и подготовки, прежде чем предстать перед членами жюри во всей красе. Пятилетняя Карагандинка успешно выступила на всех этапах конкурса Fashion House Kids 2018. Перед камерой Алуана не теряется. Ведет себя уверенно и сдержанно, как и полагается юной леди. Организаторы конкурса считают, что учить девочек всему прекрасному нужно с детства. А конкурсы красоты могут осуществить данную задачу. Такое же мнение разделяет и Алуана. В свободное время она занимается в различных кружках, а также помогает маме по дому. Мне 5 лет. Я живу в городе Караганда. Я ожидана победителем. Девочки должны быть хорошими, добрыми. Надо маме помогать посуду мыть, убираться дома, чтобы они были послушные и хорошие. Конкурс Fashion House Kids проводится в Караганде пятый год подряд. В этом году за гран-при будут бороться 23 участницы. Их поделили на две возрастные категории – от 4 до 8, а также от 9 до 13 лет. Fashion House Kids – один из самых демократичных конкурсов красоты. Примерка платья принцессы и сияющей короны – мечта всех девочек. Ее и стараются исполнить организаторы конкурса. К финалу праздника красоты готовились тщательно и участницы, и родители. По словам организатора конкурса, была проделана огромная работа с девочками, чтобы они смогли показать себя в финале с лучшей стороны. Мы не делаем такой, знаете, очень строгий конкурсный отбор. Если у ребенка есть желание прийти к нам, мы его берем и мы его всему сами учим. То есть мы целый месяц готовились. У нас были уроки дефиле, хореографии. Мы учились фотопозировать. У нас все наши юные участники прошли фотосессии. Каждый день у нас были тренировки, были примерки. У нас будут даже коллекции дизайнеров, мамы выступили в качестве дизайнеров. Это новшество вообще. Мамы сами очень сильно переживают. В состав жюри конкурса вошли руководители студии красоты, дизайнеры и спонсоры. Юлия Скубилина является дизайнером и преподавателем моды в школе Аннабель. Для нее это первый опыт судейства. Однако Юлия уже знает, на что в первую очередь будет обращать внимание. Ну, в первую очередь, как дизайнер одежды, я, конечно, буду смотреть на коллекции вещей, которые девочки будут придумывать, делать на творчество их. Ну, и так как все-таки моя профессия сейчас в данный момент стилист и миджмейкер, мне будет интересно смотреть, как в целом будет собран образ девочки, как она будет его предоставлять. В ходе конкурса участницы прошлись по подиуму в национальных костюмах. Затем выступили в роли юных моделей. Продемонстрировали свои таланты в конкурсе творческих номеров. А завершающим этапом для участниц стал выход в бальных платьях. Поддержать юных конкурсанток пришли их семьи. Каждый выход участниц сопровождался бурными овациями. Нельзя не отметить, что конкурс красоты и талантов Fashion House International проводится во многих странах. Победительницами конкурса стали 9-летняя Валерия Михайловская и 6-летняя Елизавета Тарасова. Именно они отправятся в Алматы на конкурс Miss Community. Международный конкурс будет проводиться с 27 июня по 1 июля. В Караганде прошла 16-я областная спартакиада работников здравоохранения. Медики соревновались в волейболе, настойленном теннисе, тоузгумалаке, перетягивании каната, минифутболе, армрестлинге. А также сдавали президентские тесты. Всего в спартакиаде приняли участие 16 сборных команд из лечебно-профилактических организаций области. В областной спартакиаде работников здравоохранения предшествовали отборочные соревнования в городах и районах Карагандинской области. Лучшие 16 команд из числа работников медицинских организаций были приглашены на главное спортивное действие, которое развернулось на центральном стадионе «Шахтер». Открытие спартакиады началось с торжественного парада командных коллективов. Первым слованопутствие игрокам адресовал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Хорошаш. Он пожелал всем отличного настроения, высоких результатов и побед. В преддверии Дня медицинского работника. Для каждого из нас это самый главный профессиональный праздник в нашей жизни. Для всех нас это возможность здесь на спартакиаде увидеться с коллегами со всей области, поделиться всеми новостями за год. Возможность завести новые знакомства, в том числе и профессиональные, что в дальнейшем в работе всегда будет помогать. Подобные спартакиады медицинских работников проводятся уже на протяжении 16 лет. Команда из Тимиртау принимает участие в состязаниях каждый год и всякий раз неизменно добивается высоких результатов. Мы участвуем во всех спартакиадах с самого основания. И практически могу похвастаться, наша команда всегда занимает... Ну, в первой четверке мы оказываемся, в прошлом году мы заняли второе почетное место. Мы всегда с удовольствием приезжаем к Арганду, потому что всегда эмоциональный настрой. И вот сегодня все приходим, все уже знают Тимиртау, здравствуйте, праздник, настроение праздничное, все друг друга поздравляют. На всех спортивных площадках болельщики активно поддерживали представителей своих команд. По словам организаторов, спартакиада среди медиков области проводится с 2002 года. За это время, благодаря государственной политике, направленной на приобщение казахстанцев к здоровому образу жизни, в городах и районах увеличилось количество дворовых клубов, спортивных площадок. И все потому, что от медицины зависит лишь 10% состояние здоровья человека. Все остальное – дело рук самого человека, его привычки, образ жизни и многое другое. 16-я спартакиада работников здравоохранения завершилась со следующими результатами. Первое общекомандное место досталось студентам и преподавателям медицинского университета. На втором месте – медики Тимиртау. И замыкают тройку лидеров – работники здравоохранения Шетского района. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго! Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»